всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу с вами поговорить на нашумевшую тему это окончание угрозы эпидемии и временная защита кому да когда нужно легализироваться кто да когда может находиться на территории польши легально поэтому если вам это интересно то давайте сегодня разберем перед тем как мы начнем с вами обсуждать эту тему хочу поблагодарить каждого за то что вы еще остались на моем youtube канале не отписались но в связи с тем что у меня очень мало есть времени записывать видео так как бы мне это хотелось то приглашаю вас на свой инстаграм канал где я там каждый день публикую для вас новые посты новые новости и вы не пропустите ни одну информацию связанную с польши ну а мы возвращаемся с вами к теме эпидемия контура временная защита давайте сначала вспомним когда началась у нас угроза эпидемии эпидемия у нас началась 14 марта 2020 года и все документы которые заканчивались во время эпидемии были продлены и сейчас еще продлены до 30 июня плюс 30 дней то есть если гражданин беларуси который закончилась виза во время угрозы эпидемии она у него продлена до 30 июня плюс 30 дней и такой иностранец имеет право подать документы на карту побыта либо же в эти 30 дней выехать из страны к себе домой то же самое касается других граждан других стран кроме граждан украины с гражданами украины мы с вами потом обсудим более детально позже также стоит отметить что все документы которые связаны с легализацией вашей то есть карты побыта разрешение на работу ошвечения все эти документы тоже были продлены до конца эпидемии плюс 30 дней если кто-то получил во время эпидемии депортацию либо же добровольный выезд со страны то он также мог находиться на территории польши до 30 июня плюс 30 дней что важно отметить что если вы получили отказ во время эпидемии по карте побыта то пока не действует еще угроза эпидемии то есть до 30 июня плюс 30 дней вы можете перепадать документы и не обязательно выезжать обратно что касается граждан украины здесь немножко как говорится скомпликованная ситуация все зависит от того когда кто въехал если гражданин украины въехал до 14 марта 2020 года по безвизу который начался до этой даты и закончился после этой даты то такой иностранец имеет право пребывать до конца угрозы эпидемии плюс 30 дней то есть это означает что такой иностранец должен себя легализировать до конца июля месяца если же гражданин украины приехал по визе по карте побыта который закончилась до 24 февраля 22 года почему именно по этой дате потому что 24 февраля 22 года началась война поэтому если у иностранца закончились документы до этой даты такие иностранцы также находятся на территории польши до конца угрозы эпидемии плюс 30 дней то есть такие иностранцы должны себя легализировать уже до конца июля месяца если же граждане украины приехали по безвизу до 24 февраля 22 года и их дни безвиза закончились после этой даты то есть после 24 февраля 22 года то такие иностранцы имеют право пребывать на территории польши до конца временной защиты и теперь внимание временная защита на сегодняшний день действует до 24 августа 23 года но так как закон уже есть он уже подписан то этот закон будет продлен до 4 марта 24 года то такие иностранцы также имеют право легально находиться до 4 марта 24 года если же гражданин украины приехал по визе до 24 февраля 22 года его виза закончилась после этой даты то у него также документы продлены связи с временной защитой все остальные иностранцы которые въехали после 24 февраля 22 года показали свое намерение остаться на территории польши то есть либо получили статус укр либо его не получили но захотели остаться здесь на территории польши легально то имеют право подавать документы на карту временного побыта а также если они не хотят подавать документы на карту побыта тогда просто имеют право жить на территории польши до 4 марта 24 года важно отметить что карта побыта это не является обязательным документом для которого вы обязаны подать на него чтобы находиться легально на территории польши нет единственное что если вы еще не понимаете до конца нужна вам эта карта побыта или нет советую вам сесть и расписать все плюсы и минусы данной карты потому что те люди которые имеют статус укр им немножко проще потому что они имеют право скачать приложение di apple установить его через м убыватель на свой телефон и беспроблемно пересекать границы как польша украина так и другие страны шенген зоны евросоюза 90 180 то есть так как будто бы они по безвизу катались и это их никак не урезает не ущемляет в пребывании другой вопрос является с детьми но с детьми вопрос будет совсем скоро уже решен потому что правительство еще в последних поправках сделала так что дети смогут быть добавлены в м убыватель и родители также смогут путешествовать вместе с ними за границу те у кого есть статус укр могут подать с 1 апреля 2023 года только на три вида карт побыта это часовый опыт от работы это blue card и карта побыта от ведения бизнеса поэтому если вы входите в число этих категорий иностранцев тогда я вам советую подавать документы и да я развею возможно вам миф такой то что если вы подали документы на карту побыта это еще не означает что вы привязаны к польше и вы вообще никуда не можете выехать выехать например к себе домой вы всегда имеете право единственное о чем нужно помнить это как вернуться обратно то же самое касается и других стран евросоюза шенген зоны если вы находились здесь на законе по продленному безвизу по продленным картам связи с угрозой эпидемии то это не означает что продленные такие документы дают вам право пересекать другие страны шенген зоны евросоюза такой закон давал вам право и дает еще право до конца июля месяца выехать в свою страну и вернуться обратно еще о чем стоит помнить связи с угрозой эпидемии дополнительных вот этих 30 дней которые дается в эти 30 дней вы должны себя либо легализировать на территории польши либо вы должны покинуть эту страну то есть в эти плюс 30 дней то есть в июле до кататься в свою страну и обратно в польшу вы не сможете если не будет актуальных документов что касается временной защиты то тут немножко тоже смотря под каким уклоном под каким не знаю со с какой стороны мы на это все смотрим то есть если иностранец который подал документы на карту побыта и ждет во время временной защиты действия временной защиты у него например нету диапл то такой иностранец кататься в страны шенген зоны либо же к себе домой и обратно без актуальных документов не может потому что документы которые продлены во время временной защиты не дают право пересекать границу в одну и в другую сторону то есть выехать помните всегда можете даже если нет никаких временных защит когда нету никаких угроз на территории польши то есть просто поданы документы все то есть выехать вы всегда можете а вот как вернуться вы об этом должны думать и да иностранцы которые имеют статус укр у которых есть диапл у них не забирают статус укр с момента подачи на карту побыта у них потеряется статус укр только тогда когда они получают положительное решение по данной карте у многих возникает вопрос что же с детьми что же с супругами которые не работают на территории польши но как я им сказала что на данном этапе на сегодняшний день все находятся легально на территории польши когда кто въехал то есть все продлено кому бы я обратила бы внимание и сделала бы такой максимальный уклон чтобы подумать о своей легализации карте побыта это во первых те иностранцы те граждане украины которые например имели карту побыта от работы и открыли свою деятельность поэтому советую таким категориям иностранцев перепадать документы на карту побыта новую с целью ведения деятельности я потом вам немножко позже объясню почему дальше это также те люди которые получили карту побыта с доступом к рынка труда от работодателя но ближайший год-два не собираются работать то есть поменять цель основания но и также если у вас вообще поменялась цель основания пребывания на территории польши например подали на карту и получили ее по другим обстоятельствам а сейчас уже работаете имеете официальные доходы тогда лучше всего перепадать либо же например получали карту от университета либо полициальной школы теперь нашли уже работу тогда тоже вам советую поменять цель выдачи такой карты также граждане украины которые получают сейчас во время временной защиты решения по карте побыта не обязаны менять решение по карте побыта связи с тем что каждый гражданин украины освобожден от разрешения на работу а также от опения старосты то есть если вы получили карту побыта от работодателя а и уволились от него и перешли к работодателю б то не обязательно менять решение по карте не обязательно переподваться на новую карту важно о чем нужно помнить это в течение 15 рабочих дней уведомить ужин о потере работы и вы можете указать что у вас есть уже новое место работы можете вообще не указывать но уведомить течение 15 дней обязательно нужно особенно тем кто планирует оставаться здесь на дольше в польше планирует получать карту резидента подавать на гражданство и так далее почему стоит подавать документы на карту побыта с целью введения деятельности если была карта с доступом к рынка труда смотрите чтобы вести ип деятельность нужно раньше было иметь карту резидента либо сталый побыт либо карту поляка либо же карту по воссоединение семьи с доступом к рынка труда и так далее только такие виды карт побыта давали право введения йоддг то есть джавальность господарчи карта побыта на основании работы она не дает нам право вести деятельность дает нам право сейчас вести деятельность граждан украины в связи с временной защитой то есть связи с тем что в нашей стране идет война и связи со спец уставой но когда спец устава закончится то такой закон вернется обратно то есть вернется к тем пунктом кто сможет вести такую деятельность и дабы вы не потеряли свою деятельность советую вам перепадать документы на новую карту тем более старую карту у вас никто не заберет до момента получения новой по старой карте вы можете ездить она у вас не аннулируется то есть все будет в порядке плюсом перепадать сейчас на карту от ведения бизнеса тот что для граждан украины нету критерия двенадцатикратного среднестатического дохода по ведению деятельности то есть если раньше нужно было показать двенадцатикратный доход по ведению деятельности то есть это около 70-75 тысяч злотых брута то на сегодняшний день это критерий вообще убран его нет и если вы зададитесь вопросом окей если этого критерия нет то тогда сколько нам нужно показывать чтобы мы получили карту от ведения деятельности то я вам скажу просто либо 776 злотых нет на человека в семье либо если вы не сами живете то 600 злотых на человека в семье нет но в идеале я вам советую показывать не меньше чем минимальная заработная плата в польше на сегодняшний день мы все прекрасно знаем что это 3490 с 1 июля это будет 3600 злотых брута вот эту сумму я бы вам советовала показывать как минимум по вашей деятельности чтобы получить карту от йоддг поэтому если мы подсуммируем подытожим сегодняшний с вами разговор то те люди которых виза карта побыта разрешение на работу закончились во время угрозы эпидемии а также граждан украины это касается их документы закончились до 24 февраля 22 года обязаны подумать о своей легализации до конца июня плюс 30 дней все остальные граждане украины у которых документы начались до начала войны и закончились во время начала войны то такие иностранцы находятся легально до конца временной защиты на территории польши то есть на сегодняшний день это до 4 марта 24 года а вообще я вам советую что пока месть очень многие люди так как бы думают да подавать на карту не подавать потому что есть статус а статус может быть мы не потеряем все будет хорошо но если у вас в планах есть польша если вы хотите на ближайший год-два соединить себя с польским народом и вообще с польши то советую подать документы на карту побыта нет смысла оттягивать до какого-то последней точки критерия когда сейчас все немножко стало легче доступнее меньше каких-то проверок если граждане украины будут не выполнять какие-то условия по карте побыта от работы например то они такую карту получат на год они получат отказы они на территории польши не получат депортации если они конечно же не внесены в базу сис либо там их польша не разыскивает либо другие страны евросоюза то есть на сегодняшний день я бы воспользовалась бы ситуацией и подала бы документы на карту если бы планировала ближайший год-два оставаться здесь потому что когда все будет подходить концу а но когда-то все равно придет все ринутся подавать и и представьте какая будет каша в ужин да поэтому думайте о своей легализации заблаговременно легализируйте себя и свою семью ну а если вы запутались не знаете как правильно подать документы на карту побыта не знаете нужна она вам или нет хотите обсудить все плюсы и минусы данной карты то приглашаю вас ко мне на консультации вы также можете посмотреть мой официальный сайт и оставить там заявочку мы обязательно с вами свяжемся и поможем вам в легализации на территории польши спасибо что сегодня были вместе со мной на мы с вами увидимся совсем скоро уже следующих видео не забудьте подписаться на мой youtube канал поделиться этим видео и всем пока пока